Ситуация крайне серьезная. Просим репостов и огласки. Так начинается пост в социальных сетях от студенческого ветеринарного отряда «Зверополис» при Чувашской сельскохозяйственной академии. До ребят, которые много лет ухаживали за лошадьми в конном манеже при санатории Чуваши, дошла информация, что манеж закрывают, а лошадей продают. Типичная, казалось бы, ситуация. Однако молодые люди уверены, дальнейшая судьба лошадей и пони незавидная. Ольга Пырочкина подробнее. Еще недавно лошади и пони конного манежа при санатории Чувашия выступали в роли моделей на фотосессиях, снимались в роликах и фильмах. Сейчас людей с камерой даже близко не подпускают к забору манежа. В съемках нашему телеканалу отказали, что, впрочем, неудивительно. Участники студенческого ветеринарного отряда «Зверополис», которые в том числе ухаживали за лошадьми, распространили следующую информацию. До нас дошла информация, что конный манеж при санатории Чувашия закрывают. По информации, которую мы получили, небольшая часть лошадей будет продана в частные руки. Большая же часть животных будет продана на скотобойню. Будущим ветеринарам-волонтерам объяснили, манеж приносит одни убытки. То, что якобы у нас убыток 5 миллионов в год. Поэтому нам сначала поставили условие, чтобы мы продали 5 лошадей. То есть для того, чтобы хоть как-то выпраться. Ситуация не изменилась, и продажу теперь подлежат все питомцы манежа. Эти фотографии мы получили сегодня от волонтеров. Вот в такой неприспособленной машине, в которой с трудом помещается даже одно животное, две лошади и два пони увезли в Нижегородскую область. Их судьба теперь неизвестна. О том, что ждет остальных, будущие ветеринары знают больше, и от этого не легче. Сначала рассказывали о неком мужчине тоже, который из Батарева, который должен был забрать этих лошадей на мясо. Потом, как только мы подняли кипиш, пробились в СМИ, нам сказали, что продадут уже другому мужчине. Он рассказывал о том, как все хорошо, показывал фотографию, что у него там лошадиный рай, и все о том духе. Мы сначала поверили, думали, ну хорошо, девчонки будут в хороших руках. Потом, позже мы подняли связи, подняли знакомых конников. Конники России все друг друга знают. Выяснилось, что он простой аферист, который выкупает старых лошадей, открамливает их, и потом сдает на бойню. Сам он занимался когда-то бегами, но я не уверена на то, что ему лошади, 25-летние, нужны для бегов. По мнению студентов, вопрос можно решить гуманно. Они нашли агрофирму, которая готова взять лошадей на постой, чтобы те спокойно дожили свой век. Но выкупить животных за деньги они не могут. Конечно, санаторию, которая сейчас в трудном финансовом положении, это невыгодно. Буквально неделю назад, после вмешательства прокуратуры, руководство погасило почти 6 миллионов долг по зарплате перед сотрудниками. И все-таки лошади – это не просто имущество. Хотя по российским законам именно так. По-моему, тут вопрос об ответственности. И именно о человеческой ответственности, о братьях меньших. Это же не бабочки-кузнечики. Это животные, которые сопровождают человека на протяжении тысячелетий. Нужны были? Отлично. Будем привлекать туристов. И вдруг менеджеры неправильно сработали? Значит, на колбасу. Гадство какое-то в этом все. Вот так вот много лет приносишь деньги, помогаешь людям, больным здоровье возвращаешь. Да и просто радуешь. Вместо спасибо и достойной старости – на убой. Закрытие манежа обсуждают в интернете. Написал об этом и известный российский блогер Илья Варламов. Пока мы готовили материал, стало известно. Оставшихся лошадей увез человек, в репутации которого и сомневались волонтеры. Впрочем, и здесь не все потеряно. Студенты из Верополиса надеются, что смогут выкупить животных обратно. На это есть около месяца. Интересно было бы узнать и позицию руководства санатория. Однако на связь там так и не вышли. Вопрос такой, как вы знаете, сейчас людей и жители республики волнуют ситуацию с конным манежем. Вот как там обстоят дела? Что в действительности происходит? Контактный номер остались, пожалуйста, перезвонят. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.